Добрый день, друзья! Меня зовут Вячеслав Заруцкий, участвуем в России, чтобы рассказать правду о том крае и сейчас человек на охрану международного в Польске. Сейчас мы поговорим о последних, которые были в этом месяце, наисмешнейшие сообщения в России. И, наверное, сейчас у вас есть вопрос о том, что мы в этом месте, да? Мы в этом месте, потому что у нас есть еще один канал на YouTube, который называется Вячеслав Заруцкий армия. Это канал «Милитарный». Там мы будем дегустировать разные рации жизни, войсковые рации жизни и первый фильм, уже доступен. Ты можешь начиснуть линка в описании и посмотреть первый фильм. Но сейчас начинаем смотреть наисмешнейшие сообщения из России. Это комар или что-то такое. Начинаем. В обводе пермском отбываются заводы в ручке крови губным. Большинство людей с дала от вейского жилья застанавливают себя, как можно рвать такими почистками голыми руками, а даже смешать, позуясь с ними до здесь. Но год по году туристы приезжают в Вячеслав Заруцкий армия, чтобы посмотреть этот независимый фестиваль. Напишите в комментариях, если бы ты хотел взять участие в таких вакансиях или нет. В регионе москевском рудый кот замкнул мешкание от вещества, когда его владелец был на вакансиях. Чтобы достичься до места, нужно было вызвать радовников. Сидцем сейчас на стороне. Не могу вернуть в доме, потому мой рудый кот замкнул двери от центра. Можем на четвертом петре, там, где виси климатизатор. Правда, что я должен был разворачивать замик в двери или вызвать экипу ратунковую. Брак мне слов. Ротовницы помогли осечелови веще до мешканья, а он поновне поучился за своим рудым котом. На стиме указывался новый российский хоррор, затитулованный как «Страшно и кропка». Челамище в ней в типового мешканца 5-пендрового блоку, который в среду ночи постановил удачу на посилок до местной реставрации «Страшно и кропка». Компутеры «Крук» и «Бобер» на плитах роджимой продукции сон доступны в России. Компактовый компутер «Бобер» есть призначенный до стандартовых зданий бюровых, а также до ужитки в службе здоровья и едукации. Российская плита главная «Энемоны 2» обслугует процессоры Intel. Компутер «Крук» для заавансованных уженковников компьютера с возможностью подключения карты графичной. Цена не была подана. Какие мы, такие машины. Преводничающий Российской Думы Панствовой засугировал закуп российских самохотов для уженников. Фактом есть, что все уженники ездят обычно дорогими «Мерседесами» и оказывается, что в этот способ не финансуют своего края, а края врага России. Поэтому постановлено пренесить всех уженников до российских самохотов. Спустим на тварь уженников, когда услышали это. Как бы ты себя чувствовал с фактом, что все институты бюджетные, органы рандовые в обязательном наказе закупу самохотов продуктов наших краевых производителей самохотов? Неаааааааааааааааааааааааа. ПОСТАРАЙМЫ СИЕ УПЕВНИТЬ, что генералне все министерства российского ряду, корпорации, регионы, саморозды локальны не только zwrакают внимание на факт, что творим własный промысел самохотовый, но также берут в нем участие. Так как мы, так и самохоты. Какие мы, такие самохоты. Если не zwróцимы на то уваги и надал будем использовать самохотов из неприязных краев, никогда не створимы собственного промысла самохотового. Свой автопром не создадим. В России мешкал российский воисковый, который имел титул капитана лодзы подводной и был заангазованный в войне на Украине. Каждый день рано бегал в парку и каждого дня публиковал трасы, в которую пребегал. Каждый день украинец, который мешкал в России, постановил приезжать на его бег и его застрелить. Потому что место пребывания капитана было знано из его личной релации. Украинец просто вытопил офиару и застрелил его четыре раза. А потом показал полицей, как это сделал. Остательно капитан смарил. Так выглядит кампания выборчая в Екатеринбурге. На баняже видно написано. Депутат Сергей о крок ближе людей. Помнишь еще Пригожина? По неуданному бунту, PSБ пришла до его дома и сконфискировала все, что имел. Пенады, броня и многое. А также компьютер, в котором находились его дети в перуках. Очевидно, это для того, чтобы он не был познакомлен в других странах. Пригожин посидаил также несколько сфаушеванных паспортов для путешествия между странами. День позже Пригожин особо поговорил с Путином и получил с повротом все, что осталось сконфисковать. В Москве місцизна стал в курку, где наглый приехали обе него полицейцы с включенным светом и дзвенком. Все машины пропустили полицей, потому что имели вручное мигание. Минсцизна постановил поехать за полицей, чтобы увидеть, как действительно выглядит работа полицейцев. Сподзевал себя увидеть полицейцы сжигающих преступников или что еще более опасное. Но оказалось, что полицейцы очень спешили, чтобы мило и речево дотянуть к реставрации «Смачно и кропка». О чем меньшизна мял килька пытань, которые задал полицейцам. Здравствуйте. Можно кое-что спросить у вас? Я вон там ехал за вами, да, вот там мигалки ребят включили во вкусные точки опаздывали. Мы? Да. Просто я не понимаю, а что это такое? Нам на службу надо, мы еще не ели с утра. Я понял. Мы встаем в 5 утра. Да, я понял, поэтому... У нас времени нет куда ездить. Я понял. Ну ладно, ладно. Я просто думал, может сейчас серьезно опаздывать куда. Да нет, у нас времени час нет, как бы всех поесть. Мы сейчас уже на пасту должны быть. Да, я понял. Поэтому мы едем сюда быстрее и быстрее, чтобы поесть, как бы что-то взять. Ага. Ну ладно, ничего страшного. Я просто так, просто интересно. Я думал, может какая-нибудь опасная работа у вас. Какой преступник, преступник. Ченникарка с места Самара открыл уже в едных змейских приватных гостниц в лодовках на мясо. Из-за склепа пятерочка. Это так же, как в Польске. Мы выходим. Мы выходим. Мы выходим. Здесь мы лежит бабушка. Что-то есть? В одном месте в регионе Саратова работники выполнили джиуры в дороге отливами дентыстичными. «Ястем так заволен работой, что нужно ехать на море». Влажно с таким комментарием таксовка из Москвы получил замовление на Крым. Подружка стояла 65 тысяч рублей. През два дня с ряда пасажер пил пиво, обиадал о роверах и почистил кировце кебабом. Под конец подружки турыста дал кировце 10 бутылок пива. Плюс пенензы. Таксовкаш с поводзенем выпил ей в Керчу, где затримал се на кильке дни по так чекавым замовеню. Суш, дякую бардзо за обижение тега филмику. И памятай о першем филмику на другим канале. Линк знайдуйся в описи. Дякую бардзо и до заведения всеским. Дякую бардзо и до заведения всеским.